Друзья, всем привет! Это финальный влог с ряда Мастерс 2023. У нас сегодня игра против Liquid. На кого эта команда больше похожа playstyle, может быть, с которой вы уже встречались на этом турнире? На Liquid похожа. Я думаю, у них свой уникальный стиль. Скорее у панта, у гладиаторов, у бутбума, у них более сложный подход к каким-то определенным вещам. А в чем у них сильная сторона? Например, у бутбум стадия ленинга, у гладиаторов они хорошо в лейт выходят, заканчивают игры? Я думаю, они не сдаются, играют до конца, не тертуют, борются всегда и ищут возможности выиграть. Предиктор. 2-1. Я так думаю, если они возьмут в первую «Медузу», не знаю, как сейчас вторая идет у Таонов, если мы проиграем, во второй игре мы тоже банить «Медузу» не будем. Если все команды из Восточной Европы отлетят от «Медузы», будет не очень приятно. У меня чуйка, я рад. Все будет хорошо, я рад. Хорошо, смотри, как тебе такой факт. Весь год есть две сильнейшие команды, Liquid, Гладиатор, каждый турнир проходит в финал и разыгрывают его между собой. Думаешь ли это случайность или эти команды пикают, взаимодействуют, коммуницируют индивидуальный скил лучше, чем все остальные? Вряд ли это случайность, что так случилось. И они до сих пор на турнире. Как ты думаешь, что будет в финале? Мы и Liquid. Я останусь при своем мнении. Мы опять попадаем в «Плеер Лаунж», опять в футбол. И будем ждать игру «Найн Пандас» против «Талон». А, все, уже не ждем игру. «Талон» побеждают «Найн Пандас», «Найн Пандас» вылетает с турнира. А, так 2-0. И 4-0 у «Медузы» против «СНГ» в «Плеер Лаунж». Да? Да. Вы знаете, что мы не будем... Что мы не будем банить. Да. У нас поменяли, к сожалению, сторону. Мы теперь на левой стороне. Здесь мы играем в первый раз. Но я верю, что это никак не зароляет. Правильно, Ярослав? Да, конечно. Вообще, похуй, на самом деле. Что-то себе, блядь, приметы придумал. Ты еще ногти, небось, не стрижешь, да? Стригу. Я тоже постриг сегодня все. Все постриг? Все, что можно. Как нельзя постри... В смысле? Это дань Богу доты. Ты всю силу отдаешь. Как волосы, только ногти. Какие у тебя предикты, Магам? Да, я думаю, есть шанс. Но они точно, как бы... Для нас они выглядят слабее Бэтбум, но они в то же время и сильнее, скажем так. То есть у них есть свои сильные стороны. Не с такой сильной войны, как у Бэтбума, я считаю. Но по игре они тоже очень хорошо играют. Правильное решение, все дела. Да, противник, думаю, тоже будет сложно. Но я как-то верю больше, что нам чуть полегче будет, чем мы с Бэтбумами. 2-1 от Маги. Да. СНГ-пятерка на этом турнире сильнее любой другой пятерки из других команд. Нет. Подожди, это рофлишь? Селери и Диппинсени явно интересно смотреться. У всех есть свои чары. У этого человека спроси, как Керрик стоит ли? Ну, Керрик стоит ли. Нормально. Иногда, конечно, я стою 1x3, но в основном нормально. Я не знаю. Я не знаю. И, конечно, они не хотели ошибаться. У них у них войти. Вы пробовали, и все. Нормально. Я не могу больше у них нищего. Ваши будут играть за сайт. Мы на базе напали уже, но это не крутится. Они не хотели ошибаться. Они умеют, поэтому они просто включались. И пытались подставляться. И все. Хорошо, у нас нет рощания — это все. Это не меня за факт. Мы пробовали, что имели массажер. Просто любая, нам в том драться не надо, нам просто выходили, да На самом деле, в этот момент игра уже проиграна Мне кажется, мы раньше должны найти, где выиграть Короче, Undyank же не факт, что засейвит, потому что у нас же слишком много джампа на него Когда мы на тройку зашли, вы такая не увидели, что он там рядом прошел? Увидели Он соло прошел, мне кажется, вы должны в ДК прыгать и у Асои ему давать тащить Не, я увидел ДК и увидел Undyank Вы еще увидели зонта, еще были герут, Naga далеко, у нас урона нет Naga очень далеко, у нас демеджа без Naga нет, потекает Да, вообще, надо было Джаггер брать, на самом деле, Naga просто не выигрывает Да я тоже думал, типа, у нас... Еще более того, в эпоху вечер стояли, я думал, Naga это Марс и Пантерфиг, что лучше стоит Но... А там слишком разъёк, так не должно быть Да, он просто... я не знаю Я просто не могу стоять против двух нюков на Наге Да, Медуза, вы говорите, верите, но на деле, это герой не под бестан А ты мне не рад этого Медузу забанить, в первом сайте, просто? Он просто Медуз забанчил Чтобы она не ломала игру, типа, можно было просто любого другого героя, можно выиграть Агис Рефресшер, he's gonna jump onto Ниша, once again, found the Shrike, trying to stop him Split Earth, waiting for it, but he got the Dark Pack, but he already got away Юtoro doesn't get hit by that stun And they're losing building fast, Юtoro is creating so much space for the rest of his team And they might even kill Ниша, in fact, he may be killing Boxy as well, but they're both gonna pop out Meanwhile, the back line, looks like the Monkey King jumped in, but he got wrecked by Maposhka No chance at hell And your glyph is absolutely gone as well, so that'll be guaranteed, Megas It's just a question of, does this game end? Хорош! Хорош! Ладно, это только вторая, только вторая Но, молодцы, справились Непростая игра На самом деле, как непростая Ну, мы же выиграли, ух, да, две стороны сломали Ну, да, в этой хренней стройке Без залива Что, я стою на линии, где у меня просто, вот, Monkey King У которого, типа, стан в прыжок в два Просто, наступ, прыгает, мага, это Мага только стоит сбоку, на, в общем-то, селфи-палке Как меня ебут сфоткают В этот раз они как-то поняли, что ты не можешь прыгать в пизда Потому что тебе дадут, блин, стан, и они просто взяли меня оба Мне кажется, мир в виду, точно мы зря на этого отдаем Ты говоришь, покаем, но ты же в него в санк В самом деле, там просто в моменте показалось, что он умрет, знаешь, за твой первый Тычку и мой палец Он уже рядом, он фармит с детства, ничего Нам просто надо подождать, и мы нормально Потому что это пизд, для меня это было так, хуёво И на Рошайне тоже, но мне эту паузу надо нажимать Я думал, у меня не ты чейзер А вот если мы просто покнули в БТПшке и вышли, это же было бы норм Не, они просто медвышку нам забрали Мы просто не готовы уже будем помочь Нам надо первыми ставку с подмином, короче Я так и знал, что Короче, это идеальный геймплей на Сларке, просто фармишь Скажу, на тройке хуэфайт, Ярик, тебе вообще первым нельзя стоять Но ты просто думал, что тебя не убьют, Сларк засеет Но мне кажется, если ты стоишь в позиции И Сларк там на тройке их встречает Сларку надо там вообще быть Потому что там 3 часы просто вард наху ломать Вообще пиздец Ты переоценивал силу своей дипенчи в этой игре Когда там МК дизорят Я его не могу засейлить Ему дают палку или шаг бинкуется Нажимает стан А ты был наш мейн ДПС еще в этой игре, Ярик Когда вы напали на ондаинга Это вообще не нужно Это настолько натянута было Под тавер У меня даггера еще нет В моей голове было так, что я просто вижу, что он чуть подставился Я ему даю вот стан, они типа пожмут ДПшки И я просто убегаю сразу же оттуда Не знаю как объяснить, но у них как будто майндсет Они вообще стараются не ошибаться Играют от своего вижна Атакуют только со смоков Вообще в ранний порс это вообще Практически, играют очень аккуратно Мы когда с портала залезли, они этого не видели У них не было ни внизу вард, ни сверху Он просто вышел, пауков отправил Потому что опасно, он предполагает, что такое может быть Просто встал в тройку с течисом Там минки, вот это все, или шаг близко Это нас тоже заметило немного Я думаю, если они забирают снэпку А мы пикаем Коттлшторм, то у нас сильнее Короче, если Варе взять пинчап биск Вот че они пикнут на такое Вот у них уже снэпка, мне кажется, эти два героя тоже не классились Подожди, снэпка же сильнее против Токонти потом Она покупает сливер Она покупает сливер Она тебя все равно убивает, и ультой, и третьей Варе будет 20-й левел Я вообще не упирал, что бы ничего Хорошая, ты сейчас нормально сыграл, но Если он не снэп, то у нас какой-то Марс Даже больше должен быть, но минус у него Аур И линия слабая И они будут идти с другой Кроно Он получил его на Кроно, но он получил Морфа и Дисрубция готова Это Шакл, что?! Ларо, красивый! Однажды наблюдают Сапфайр и Скайритхмейдж Они будут идти за него Тир-3, они не поддерживают Он не поддерживает Он не поддерживает Он не поддерживает Варико защищает Это проблема Давай, давай, давай О, опять Симзан, как же Да, блядь Ну что Красава, красава Красавцы, красавцы 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 Стянули это, позвали или сам догадал? Как я, что они Степаня Лёвна играли Не, мы слишком пиздат сыграли на Чоу Как бы Мит их разъебали Это было вообще Он его и сам душил И все связывал И самое важное, что пришел Мага Чару сам заколил В какой момент ты понял, что вы третьего выиграете? Когда мы не пикнули и Леона И они его забанили И я такой Боже, спасибо Боже, спасибо Ну Тэч был приятный герой Ну да, да, очень много сделал Пап, можно мы его будем пикать чаще? Не знаю Посмотрим Если Леона опять забанит Ну да, в очередной раз И игра финала Уже утомили, конечно Это впервые в истории Мы выходим в грандфинал с Венеров Да, кстати Впервые Это приятно очень А когда был? На Лане Это первый раз Ты проходил, ты проходил в семнадцатом году По Леонарам На Лане А, ну Ну в этом ставят Ну и блин На Турики поприкольнее Чем Какой там Asus Rock Какой-то был Вот так вот люди меняются А в 2020 Крутой турнир был Asus Rock Я его выиграл Я помню Мы 118 тысяч долларов Где-то выиграли за первый С того времени Это прям вообще нормальный пузовой Да Нам только одну команду надо было выиграть Чтобы его выиграть Optic Gaming Почему у тебя сейчас Наверное Меньше положительные эмоции После победы над Liquid Ну игра была такая Ну я чувствую Что мы просто всю доминируем Все получалось Поэтому Не было такого, знаешь Что типа ты резко перевернул Типа ты думал Ну все проебем Все проебем А потом Ну что выиграть? Даааааа Вот не было такого Я просто игра под нашим контролем проходила Прямо все получилось Все четко слажено Вот так бы всегда Второй год подряд в гнал пришли Я супер доволен Я супер доволен С второй игрой Я понял как это работает Я доволен Ну все Ну все Как мы Перескакиваешь на Типа 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 готовились, они не сыграли на этом турнире ни одного матча с Медузой, ни разу не было вот похожего раздрафта, тот, который, собственно, не сделали пятый зомби, восьмая Медуза. Видна была и все-таки какая-то определенная подготовка, это действительно нас подловили, подловили они немного этим пиком. Как ты думаешь, какая была самая главная ошибка? Ты думаешь, это прямо Медуза решала или все-таки Пик Леона? Да, Пик Леона была самая главная ошибка. Кто пикнул Леона? О, на бабу сидит. Почти все герои, которых они взяли, они где-то нас подловили, мы не ожидали, но наши идеи не совсем удались, хотя мы думали о Джагере, но Джагер тоже ни разу не победил Медузу со всей вот этой встречи, там, где СНГ пытался его побить. И это тоже меня как бы немножко больше сподлило взять Медузу, хотя Джагер там был лучше. Мага не совсем тот герой, который может, как бы, знаете, Дали Роран идет, бьет, а нас герой там немножко покает, еще что-то иллюзиями делает и так далее, и так далее, вот. Плюс они еще взяли хорошего ДК, на которого бана нам просто не хватило, мы забанили там Лешака, плюс Эмбера, тоже довольно сильные были пики для них. Мы не смогли, возможно, правильно построиться, вот, и поэтому, собственно, проиграли. Но потом мы понимали, что, блин, вот мы смотрели Бэк Бум, смотрели Па, вторая игра, Медуза не вбанится, Медуза пикается, они проигрывают. Мы поняли сразу, нет, ребят, мы катрить ее не будем. Давайте просто запаним, благо для этого баны и придуманы в Доте. Вторая игра, что там было, получается? Там Сларк у вас был. Такой, не совсем Стандартный пик, что ли, наверное, у нас с ним тоже, не знаю, вообще были игры на этом турнире или нет. Нет, это была первая. Да, но у нас определенно есть понимание, против каких героев Сларк хорош. Ну да, Сларк хорош. Мы понимали, что он может затащить, вот, несмотря на то, что там на линии где-то немножко не пошло. Мы не раскислили после первой, сделали определенные выводы. Вторая, конечно, не была такой простой. Идеально, да. Они тоже хорошо играли, как ни крути. Там вот Миня, вот этот Матки Кинг, там Миг его очень круто на нем сыграл, я считаю. Он очень много крутых моментов создал. Я думаю, даже по большей степени именно на нем держалась игра. Именно он меня убивал постоянно. Если меня там было не убить, я их всех сам бы убил симпетусами. Там Милюха даже не особо нужен был, он не так, как план Б. Первую смерть я там ошибся, подставился, не ожидал, что меня убьют. Но потом я старался именно не подставляться, играть более аккуратно, но все равно они прям цеплялись. Понимали, что нужно убить именно меня, именно Чандрос. И решающая драка стала это внизу, где мы их отлично подновили на портале. Прям четко так вышло, то есть там было стояние у Рошана. А потом мы понимали, что он сейчас уже перейдет на сторону Рейдин. У нас уже там герои были, я мертвый прилетаю. Как раз подрез Мага говорит, давайте их сейчас встретим. И он же хорошую идею подсказал, давайте споканемся, потому что они сначала отправили паучков. Да, мы споканулись, паучки такие, опа, все чисто, ребят, залетаем. И тут-то мы устроили вот тот самый Гангбэнк. Вот, встретили их, ну и там уже поубивали. Вот там как раз, ну, они не смогли нормально зафокусить героев, там попытались опять убить меня. Но я хорошо нажал пику там от МК, вышел с аренды, он потратил БКБ. Потом Лешак, он уже бежит, но уже один, в итоге урона не хватает. Ну и, короче, мы их по одному поубивали. Сходится даст ликвид должен, они тоже играли хорошо. Вторая карта, то же самое. Пик Леона, но вы больше выиграли. Да. Но могли выиграть быстрее, если не было бы Леона. Это было не, в общем, благодаря мне, а скорее вопреки моему импакту. Если пересмотреть вторую карту, можно увидеть, как я, когда идет тимфайт, стою и даю пять сам себе, типа хай-файв, жму таун и кидаю по себе вот там, потому что я уже поймал шизофрению на этом героя. Пять игр подряд, это перебор. Когда я на Личе играю десять подряд, это его выбор, потому что он жмёт кнопочку пика. Когда я играю на Леоне, это не мой выбор. Ну, а третья карта, что там можно сказать? Там просто овдрафт же был. Ну, третья карта и овдрафт, они совсем не ожидали тех героев, которых мы взяли. Да, в общем, они уже сразу немного поплыли, они еще потом упустили Лика на лоспик, который просто в идеальную игру зашел. Мы сразу поняли, что мы, если что, можем взять рекана, подгадывали под это, подбирали там баны, думали. Ну, и они еще не подставились, то есть вообще про него забыли. Собственно, я считаю, что они допустили какие-то определенные ошибки на драфте. Вот, а мы в свою очередь все четко сделали. Взяли течесы, которым тоже не играли, Мира хорошо продавил и действительно импактил. Пик течеса и легкая победа, правильно? Да. И реально импактил, здорово, хорошо сыграл. Это все хорошо сыграли в 3-й карте, у нас там каждый пик получился довольно четким, продуманным. У меня там хорошие крипы, мы хорошо постояли линию, потом я просто спокойно пришел под мид. Все идеи, которые нам в голову приходили, они все получались, все получалось реализовать. И все, игра прошла довольно гладко, четко. На экс нас ждут, получается, Ликвид, Гладиатор, Светалон. Да, одна из этих команд. А тебе было бы комфортнее сыграть вот из всех этих трех? Ну, сложно, на самом деле, выделить, потому что, я считаю, та команда, которая доберется, собственно, для гранд-финала, значит, она этого достойна. Увидимся завтра. Увидимся в гранд-финале. Гранд-финал. Друзья, всем привет. В ЭКО и Тим Спирит. У нас последний финальный день. Играем против Тим Ликвид в гранд-финале. Вот, мы уже приехали на арену. Идем раскладывать девайсы, подключаться, настраиваться. Идем обратно сидеть в плеер-лаунж, ждать, пока нас позовут настраиваться. Ликой сейчас играли БО-3, две карты, получается. И у них был перерыв небольшой. Как ты думаешь, это им помогло разогреться, или наоборот, они сейчас будут киснуть как-то, да? Это им поможет, наоборот, перед гранд-финалом подготовиться, либо это, наоборот, как-то заберет у них силы. В смысле, не дадышишься, слова. Я не думаю. Мне-то лишь долгие карты играли, мне там две быстрые выиграли, и все. Хорошо раскликались. А нас, конечно, подвели, у нас кого обменилось. А, да? Да, приятно. Нет, так скажем, не разыгрались. Да посмотрим, что. Во всяком случае, БО-5, проиграем первое время, раскликаться будет. Если проиграем все игры, ну, значит, что, они были сильнее. Разгоняйте. Реально. Вот так вот тебе. Парни тут проведут минут 10-15, и мы отправимся уже на арену. Как ваше настроение, Дмитрий? Волонительно. Нет, не волнительно. Короче, стандартное. Стандартное, то есть. Для вас это обычный понедельник. Гранд-финал, новые сетки. Фишка же в чем, я же уже был в Гранд-финале. И как бы все не имеет значения. Сейчас именно тот шаг, знаешь, когда ты либо с кубком, либо тебя забудут через людей. Как ты думаешь, сыграет ли роль того, что Ликвид пять раз подряд выходили в Гранд-финал, ни разу не выиграли? Может, у них какой-то потолок есть? Нет, такого они потолка, это все фигня. Такого у них точно нет. Я думаю, он сыграет только, наоборот, с тем, что у них сейчас очень... Они на этом турнире выиграли своих загадок врагов из Gaming Vadiators впервые. И они будут супер мотивированы. Ликвид будут заряжены вот прям на все 100%. Потому что это фактически предпоследний лан. Последний лан перед Интернешнлом. Последний вообще в этом сезоне. И Интернешнл это всегда Интернешнл, это отдельный мир. А здесь у них шанс прям здесь и сейчас. Так что должна быть жесткая заруба. И они будут пытаться нас продавить по всем фронтам. А у тебя есть вообще ощущение, что вы вышли в Гранд-финал, все такое? Какие-то парни более спокойные, что ли? Я не знаю, как это работает в вашей команде. Я не был еще с вами в Гранд-финалах. Но парни как будто, знаешь, на чили что ли такие. То есть да, Гранд-финал, да. Прикольно. Нет такого прям вау. Да, потому что, наверное, парни все мы уже были в Гранд-финалах. И если в первое время, в первые раза это было вау-вау-вау-вау-вау, то вообще это вау-вау-вау на самом деле мешает. Поэтому тебе так кажется. То есть они просто в волосе спокойствия. Они в концентрации и фокусе. То есть по факту дай им волю. Вот скажи, что парни, вы сейчас можете делать все, что угодно, а орать, все, вы уже выиграли. Да, допустим, просто представь, что вы выиграли. Окей. Тут ты увидишь такую кабапанку, черепашкинчу. А сейчас, ну, пока действительно, раз ты еще не выиграл. Вот в этом основном плане. Не знаю, у нас такая культура, что тут либо со счетом, либо не со счетом. То есть ты все, это вот последний шаг. Либо с руком, либо без. Сегодня я подготовился Гранд-финал. Я взял другую клавиатуру, черную. Зря, наверное, да? Нет. У меня просто эта клавиатура. Там все суеверные люди на месте со сторонами. Ни то место, ни та клава, ни то время. Господи, что ты делаешь, не ли этого? Я еще и ногти подстриг, ребят. Все напустили перед падением. У тебя есть, кстати, перед играми какой-то, не знаю, медитация? Ну, обязательно, да, историю, когда нужно выплатить. Там музыку послушать, как-нибудь специально. Вообще ничего не такого. Дайте мне мышку в клавиатуре, я буду играть доту. Чуть повыше, Дэн, чуть повыше. Вот дот поднимаешь? Я отходил здесь ребят русскоговорящих. Вы откуда? Питер? Дубай. Да, я тоже с Питером, но живу сейчас в Дубае. А вы приехали сюда именно на турнир? Да. За кого болеете? Тим Спирит. Тим Спирит. Реально? Ну, типа флайнер, да, и... Тим Спирит. Не флайнер. Тим Спирит. 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 Хорошо играли, просто трудно, главное мы выиграли, просто хотелось бы полягче Я просто был как-то у фельдмахера недавно, а он говорит, седой волос, представляешь себе Закатка, конечно, такая, у меня не пошла, ему нужно БКБ, ПИКУ, МКБ и что-то еще там Короче, если бы я там не сдох, у меня бы на 10-й минуте манта была И что бы они делали, я не знаю Ты одизельно покупал, типа, от ноги сетки, от всего подряд? Оттос, сетка, оттос Парни, они качаются всю игру под своим виженом, они нападают только со смокол У меня было супер охуенно, у Майги, может быть, чуть-чуть урочи могло бы быть, потому что все-таки они нас еще убили разок Ну, типа, ДМК, не доебаться нашими героями У тебя хорошего штук сейчас будет? Никаких, нам пизда Ждем, ждем в следующую карту, когда будет 5 секунд Да, и потом в пятую надеемся на монетку Штурит, 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 Штурит! Штурит, Штурит! Гид дороги на стороне Ликвид, нет никакой пытки, нет никакой успеха Теим Спирит будет просто взятаться на них, Ликвид Давай! Штурит, Штурит, Штурит! Бурашки, есть? Сердце болит, ебал, в рот это все А вы нас вообще слышите? Конечно Вас, нет Не, вас не слышно, она слышно? Она слышно? Я слышу Вас слышно Мы заряжаем нормально, весь зал заряжает нормально. Ну ты ж не играешь в Нидер Сирии, да? Бля, да вообще, первый раз, второй раз пикнул. На аппарате 2016 или 2017 уже, ну просто ребят не отпускаем. Ну не шарят. И вот момент, когда мы убили Тинни, запортили их на пайп, я кажется, мы должны проходить к Рошану, занимать и бить Рошана, вообще пик на нас идти. И чё мы, дабл пик, думаешь? Или ФП? ФП, чё они вообще забанили? Снепку, сэнчо они сейчас забанили? Если мы возьмём ФП, мы же можем, если нам, допустим, банят Снепку и... Парни, у нас полчаса перерыв. Серьёзно? Да. Почему? Это админ так решили, не знаю зачем. Они очень хотят, чтобы Ликвид выиграли. А чем обусловлено? Да ничем, не обусловлено. Типа похавать, типа похавать, чтобы мы могли поесть. Пойду. Я спрошу. Здорово, парни. А не то, что надо сразу играть. У нас закончилась третья карта, 2-1. Дима встретил ещё русских фанатов. Вот они сзади. Эти парни за нас болели ещё вчера, кричали громче, чем я, так что им огромный респект. И вот такой вот набор носочков и стикеров лично от Тимпенч. Парни, парни, ошибаюсь. Вперёд, слава! Спасибо большое. Отправляемся на четвёртую карту, боляем за парней. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Спасибо. 385 Frey Фей Star Ну что, лицо здесь Хорошо, все вкусно Кайф Помнишь я тебе сказал после австара Это то, что у меня Чука, и то, что мы в турнир выиграем. Диман говорит. Ну, один раз убил, блядь, Манту Кука. Че ты, блядь, Макнин? Слава нас! Слава, блядь! Бриту поплати! Бриту поплати! Бриту поплати! Грац, грац! Знаю, ты не любишь обниматься, но... Но придется! Давайте вместе попить. Давайте вместе попить. Типа, знаете, раз. На раз, два, три. Секундочку, секундочку, Маку подождите. Бирослав, ты, как всегда, самый, блядь, это... Да посмотри на вас, блядь! Глаз мистер, теперь мы стоим и поднимаем этот трофей. Ты рад? Доволен? Столько всего поменялось за год, на самом деле. Что даже гружно остановить. Дота поменялась. Игроки поменялись. В прошлом году мы все ездили и играли просто Амия, Фезбиана, Накмутесе, Уае, СМС-УКью. Директор в Аглове. Сейчас мы играем на миде. А сейчас у меня вот это, что он на миде, кстати, играет. Дэн Соло. Артист. Нет, Артист Соло реально раздачу. Кто расписывается с ним? Вы победили! Чемпионы! Тяжелый? Ну килограмм двадцать. Реально? Каждый пик Дарсир правильный. Аппарат правильный. Врк Тусик правильный. Пик Троль тоже правильный. В следующей игре тоже абсолютно правильный пик. Единственный бан неправильный. То, что мы забанили Вайда, а не Траксу. А так все вообще почти идеально. Мы еще пришли с одной стратегией. Восьмая Нага. Одну карту наджали, как с Медузой, а потом что делать? Мы уже подготовились. Мы просто так проходим краффиналу, конечно. Скажи про эмоции вообще. Приятно? Да. Конечно, приятно. Приятно, конечно. Чуть-чуть до слез где-то. Типа три подряд выиграли. Каждый чувствовалось уверенность по драфту. Ну и даже, наверное, не было такого, что мы сильно проигрывали. Не было такой качель. Поэтому в целом, ну, меньше эмоций даже как-то. Потому что чувствовали, что игра под нашим контролем. Вот. Поэтому эмоций не так много. А так, ну, конечно, очень быстро. Какого-то ждать. Возвращаемся в отель. И, может быть, обсудим полный турнир с ребятами? Быстренько, чуть-чуть. Да, конечно, нет. Мы к этому шли весь год. Да я не знаю, что сказать. Ну, я хочу просто передать послание людям. Мамуля, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе большое, что меня поддерживает. Мне очень приятно, как всегда. Почти с днем рождения. Это вот я не забыл. И моей самой любимой бабулей тоже привет. Это был Мага. Всех очень люблю. Очень-очень всех люблю. А знаете, почему мы первый кат проиграли? Сейчас так было. Так. Мы хотели выйти под какую песню Мага? Аладдина. Да, Робская ночь. Да, вот это вот. Мы выходим, и вот это играет. Но мы расстроились, когда мне дали... Не разрешили нам. Не разрешили, да, поставить этот. Из-за этого мы проиграли первый кат. Были в Тильте, когда мы проиграли. Всем впаду было просто уже играть. Представляете, как эпично мы выходим? Арабская ночь. Мы все заряжены просто. Я думаю, тогда мы, может быть, даже смогли бы выиграть 3-0. Спасибо. Артист, спасибо. Лучше. А что, нет? Конечно. Только приписку поставили, сразу выиграли. А ты говорил, что я про 5-е ваше. Сейчас, надеюсь, последнюю каждому подарят. Привет. Поздравляю. Спасибо. Мы пришли на пресс-конференцию. Какой каждый раз после победы? Вообще нет. Но я такое вижу первый раз. У нас было после интернешнл конференции. Так. Но там организовывал ее, наверное, считательный спонсор. Видимо, организовывает ее как раз киберспортивная федерация Саду Скай Райли. Пробеда, команда Спирит. Хорошо. 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 Я хочу услышать ваши впечатления на турнику. Особенно организации, на соревнованиях. и как сильнее были другие команды и все вокруг. Я думаю, что все хорошо, но это просто два раза. Ты организировал наш луст на каждой серии? Не было вообще такого. Респект. Дайте пожму руку. Спасибо. Ты нас замотивировал доказать, что ты не прав. Что-то выиграли. Все, на этом все активности закончились. У нас и конференция была, и салют был. Сейчас возвращаемся в отель. И завтра у нас уже самолет в Сербию-Белград. 10 утра. Поэтому спать осталось немножко. Я, кстати, не знал. Это хорошая новость. За деньги, да. За деньги, да. Наконец-то мы сидим и будем подводить не неудачные итоги, а хорошие. Всем вас поздравляю, кстати, победу на турнире, Ярослав. Спасибо. Тебя тоже рад. Самый крутой момент на турнире, да вот, как сказать, то, что мы победили. Ну, это, наверное, да, это все-таки самое крутое. Наверное, есть две игры запоминающиеся. Эта игра очень важная была с Nine Pandas, с которой мы с мегакрифами comeback-нули. Я согласен. Если честно, возможно, это самая важная игра даже была в каком-то смысле. Как мне кажется, вот такие камбэки, когда команда comeback-ает на моей памяти, это больше закаляет команду, предает веры в друг друга и вообще как-то очень положительно влияет на команду. Я даже помню, у нас после какой-то команде, где я играл давно, в онлайне, наверное, Empire был. Может, мы где-то какую-то игру такую comeback-нули, и потом в онлайне, может, даже столько с 10 игр подряд у нас был. Вот что-то такое у меня в голове отложилось. Вот, думаю, это был такой... Буст. Да, определенно. Второй, наверное, самый такой запоминающийся матч, это все-таки бип-боп, что тоже, потому что там мы очень много проигрывали, прям чувствовалось огромное давление, прям играть было очень тяжело. Враг вообще практически не ошибался, по сути... Табление прямо резало воздух, ощущалось везде. Да, вообще, я там уже чувствовал, что, ну, очень сложно выиграть. Цвет прожекторов прямо искажался под напряжением, вот это вот все, как бывает в голливудских фильмах. Вышло так, что мы единственный раз, первый раз мы их убили, сломали им сразу полторы стороны, второй раз убили, сломали трон. Отличная двоечка у Team Spirit, делаем вывод, да? Какой самый ценный урок на турнире по мне? Наверное, что нужно уметь адаптироваться. Нашли своих героев, нашли, как-то подстроились под мету. В целом у нас, ну, как сказать, были определенные герои, которых мы не особо брали, одного враг где-то брал, но, наверное, они не совсем были супер-метовыми. Исключение, это, наверное, только Медуза, которой мы не прям много играли. И то у нас, даже на этом турнире все-таки игра была. Бывая с Медузой победа. Все-таки где-то люди ее берут опрометчиво, где мы игру ей проиграли, точно могли лучше задрафтить место наги, под беста взять хардкерри, вроде Джаггера и постараться одолеть. Какие все другие. Да, но герой, безусловно, определенные трудности создает. Дальнейшие планы. Завтра у нас вылет уже в 10 утра. Будем снимать медийку для вас, дорогие зрители. Контент ждет, там уже все напридумывали. Прямо по прилету сразу на следующий день. Да, сразу, все для вас сразу. Прямо вот в первый же день, ну ладно, во второй же день сразу едем, просыпаемся, снимаем контент, чтобы радовать вас, ребят. Слушай, Ярик, а может есть у тебя пару слов для наших фанатов, для людей, которые нас поддерживали? Блин, ну есть, конечно, да. Thank you, thank you. Вот и вам, ребят. Thank you за вашу поддержку. Спасибо. Не знаю, что сказать. Я читал много комментариев. Да, в принципе, я всегда читаю комментарии. Вижу много положительных моментов, отзывов там, под влогами, под постами. Вижу немало и хейта, и разных таких моментов странных, по типу, почему вы решили, ребят, тоже не банить Медузу, против, например, Liquid, которые ни разу ее не пикнули на тренировку. Но я понимаю, что вы как бы переживаете всей душой, и хоть вам хочется, чтобы мы побеждали, а нам тоже хочется, чтобы мы побеждали. Но не будет побед без вашей поддержки. Конечно, очень важно, я думаю, в этом году у нас не все получалось, но есть какой-то хейт, но в моем понимании поддержки гораздо больше, и это все равно помогает. Спасибо вам, ребята, что даже при неудачах поддерживаете нас. Ну, для команды это всегда, в любом случае, важно. Конечно, вот я захожу в комментарии, хочется видеть больше позитива. Увидимся в следующем влоге, видосики от кружочки в турнире, в общем. Всем пока, до новых встреч. Да, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok